На вводном технико-экономическом вебинаре, пожалуйста, выберите циферку 1, либо проголосуйте в чате, напишите 1, либо 0, в который раз вы присутствуете. По статистике не всегда люди голосуют, так как либо просто не голосуют, либо сложности доставляют голосование вопросники, поэтому поставьте циферку 1, ничего страшного в этом нет. Сегодня мы поговорим о возможностях, которые бывают раз в 100 лет. Это технология Skyway, это сеть Transnet, это очень серьезный и очень значимый для всей планеты путь, который проходит вся технология Skyway, который прошел и сейчас проходит генеральный директор, генеральный конструктор ЗАО «Струнные технологии» и Skyway Technologies Co., то есть международная группа компаний Skyway. Это Анатолий Эдуардович Юницкий. Сибиряков Сергей Анатольевич развивает технологию также более 15 лет и сегодня вы узнаете, почему именно со знакомства с Лебедем Александром Ивановичем в нулевых, так скажем, произошел переломный этап, переломный период в развитии технологии Skyway. Ну а я развиваю технологию чуть больше двух лет, зимой это будет три года и я искренне считаю, и раньше в самом начале своего пути развития я так не считал, честно признаюсь, считал, что примерно 50-60% населения Земли будут нуждаться в этой технологии. Сегодня я твердо уверен, что 99% населения Земли нуждается в технологии Skyway. На сегодняшний день, дорогие друзья, мир настолько поменялся по сравнению, предположим, с 1996 годом, что невозможно было себе это и представить. То есть все вы понимаете, что с трубкой от телефона селфи делать было нельзя, буквально каких-то 5-6-7 лет назад, да и смартфоны были не в обиходе, и первые сотовые телефоны были очень-очень дорогими. И, соответственно, сейчас этими благами пользуются люди с разных стран, люди с разным уровнем дохода. И что меня поразило, когда я еще 5 лет назад впервые начал путешествовать так серьезно по бизнес-поездкам по Европе, по загранице, меня удивило, что смартфоном в Европе пользуется даже человек без определенного места жительства. Меня это удивило и поразило. И я всегда думал, а что же будет потом, что же будет после смартфонов, что будет после гаджетов, после iPad'ов и так далее. Наверное, какой-то новый технологический уклад должны придумать инженеры, ученые. И на самом деле, дорогие друзья, если все эти технологии, которые нас сегодня окружают, и говорящие стиральные машины, и, собственно, подбирающие сами телепрограммы, достаточно серьезные технологически подкованные умные телевизоры, и наши персональные компьютеры, и планшеты уже, которые проектируют буквально на потолок изображения, и многое-многое другое, чего не было раньше. Это все порождение пьезоэффекта, то есть свойства кремния генерировать с помощью тока волну электромагнитную. И, соответственно, все эти технологии основываются на кремниевых технологиях. Поэтому называют кремниевой долиной ту область, ту территорию, где бурно развиваются компании, которые стали миллиардерами, которые вышли на рекордные капитализации, и которые являются гигантами и первопроходцами, либо не первопроходцами, но являются эффективными в бизнесе пятого технологического уклада. Пятый технологический уклад – это как раз-таки все, чем мы сегодня пользуемся. И понятие «забыл телефон дома» сегодня звучит, как какая-то катастрофа. Раньше, собственно, невозможно было это предположить. И такое вот очень интересное сравнение. Возможно, сразу не будет понятно. Но я сделаю, думаю, отдельный слайд, потому что для меня это очень лаконичное и емкое сравнение. Я очень люблю сейчас такси вызывать через Яндекс.Такси, через Uber. И если в 1996 году было два основных правила, дорогие друзья, то есть это не знакомиться с незнакомыми людьми по интернету и не садиться в машину к незнакомцам, то в 2016 году мы знакомимся с незнакомцами по интернету, чтобы снести с незнакомцами в незнакомую нам машину. То есть вот парадокс, но таким образом поменялось действительно время. И, дорогие друзья, поменяется оно еще более серьезно, еще более мощно. Так как сегодня мы все с вами развиваем будущую мировую транспортную, энергетическую, коммуникационную и социальную, и даже финансовую, я бы сказал, сеть. Я не буду говорить подробности, почему я говорю финансовую, но есть зачатки и основания так говорить. И сеть Транснет основана в первую очередь на струнных технологиях Анатолия Эдуардовича Ницкого. В первую очередь вообще на понятии, что такое струна, что такое предварительно напряженная конструкция, почему максимально эффективное движение это сталь по стали, то есть стальное колесо по стальному рельсу, а не маглеп и так далее. И на самом деле это все было обосновано, это все было подтверждено очень серьезными экспертами, в том числе в недавнем времени, 11 февраля, экспертным советом при Министерстве транспорта Российской Федерации. 25 марта уже технология признана перспективной и рекомендованной к рассмотрению после демонстрации. Демонстрация, дорогие друзья, у нас произойдет уже осенью 2016 года, в сентябре, 20-23 сентября в Берлине на выставке и на Транс-2016. Мы представим подвижной состав модели один к одному и, собственно, сейчас уже мы выстраиваем сеть из адресных проектов. И вот Виктор Игоревич Бабурин, зайдите, кому интересно, желательно, конечно, не на вебинаре, потому что вы же зашли на вебинар, а в Перископе вы можете посмотреть в течение двух дней, но я рекомендую подписаться как на ресурсы Skyway Capital, так и на Виктора Бабурина, так и на других спикеров, которых вы считаете нужным слушать и видеть в Перископе. И как раз-таки Перископ, дорогие друзья, это тоже способ в любой точке земного шара выходить на связь и передавать эту информацию буквально за мгновение. Так же, как сегодня мы черпаем информацию, буквально войдя в наш персональный компьютер, в наш смартфон, в наш планшет, в неограниченном количестве, на любой территории, на любом типе рельефа, местности, поверхности, любой человек, независимо от типа кожи, вероисповедания, возраста, может открыть интернет, загрузить необходимые ему сайты и скачать необходимую информацию, либо найти необходимую информацию. Что касается перемещения из точку А в точку Б, мгновенного перемещения, безопасного, комфортного, сегодня скоростное перемещение, дорогие друзья, недостижимое. Если кто-то думает, что на самолетах с высокими скоростями это скоростное перемещение, думайте, сколько вы тратите времени в аэропортах, на железнодорожных вокзалах, сколько вы ожидаете до пересадки. Даже элементарно, когда я приезжаю в Домодедово, либо Шереметьево, мне нужно как минимум, если не успел на Аэроэкспресс, 30 минут ожидать следующего пути. И если там все строго выстроено, и Аэроэкспресс движется в единственном направлении, то от этого не скажешь в современных аэропортах. Я приведу пример своей поездки со Словакии, и поездка заняла больше дня. То есть, выехал я рано утром и приехал уже днем следующего дня. Оставшееся время я проводил в аэропортах, в пересадках, причем невозможно поработать. И на самом деле, дорогие друзья, уже хочется пользоваться современными скоростными транспортными средствами, которые не будут заставлять простаивать людей, пассажиров, грузы, штучные товары, нефть, газ, воду. Все, что можно перевозить с помощью технологии Skyway, многие часы, сутки, недели, а иногда даже, собственно, несколько месяцев. И это, естественно, все сказывается на огромных убытках тех компаний, которые используют данные логистические перевозки. Как раз таки концепция струнного транспорта, дорогие друзья, началась еще в далеких 70-х годах. В конце 77-го года Анатолий Эдуардович Юницкий представил миру, и мир тогда не понимал, мир тогда не оценил технологию первого поколения струнных технологий Анатолия Эдуардовича Юницкого. На самом деле, все начиналось не со струнного транспорта, с общепланетного транспортного средства. Просто буквально вкратце, чтобы сложилось понимание, найдите фильм «В небо на колесе». Не буду сильно заострять внимание, но чуть попозже, через несколько лет, мы будем ой-ой-ой, как сильно заострять внимание, потому что это будет уже одним из основных продуктов, которому мы будем приближаться, продвигаться уже после демонстрации и строительства миллионов километров струнных дорог по всему миру. Итак, в чем же заключалась концепция общепланетарного транспортного средства? Очень глобальное, мощное, сложное инженерно-техническое сооружение в виде эстакады, расположенной по длине всего экватора, 40 тысяч километров. Эстакад, соответственно, призвана для того, чтобы за счет действия магнитных сил, за счет создания центробежной силы, которые, в свою очередь, создаются за счет раскрутки, вот вы видите справа вверху, маховика линейного электродвигателя. Более того, мы вам покажем сегодня на расширенном технико-экономическом вебинаре, что на самом деле линейный электродвигатель у нас представлен и в подвижном составе, и вообще концепция магнитного поля также представлена отчасти в подвижных составах. И Анатолий Эдуардович представил, обосновал, создал ту систему, которая будет способна вывести промышленность в открытый космос. То есть, вся эта конструкция, расширяясь не менее, менее чем на полтора процента, поднимаясь на высоту 300 километров, соответственно, это ближний космос, и, соответственно, расширяясь, она поднимается, и за счет уравновешивания центром масс Земли замирает, так скажем. И этот рейс в будущем, я думаю, что обязательно мы до этого дойдем, запомнят многие земляне, все земляне, я бы сказал, потому что это будет концепция уже выхода промышленности в открытый космос. Но сильно на этом останавливаться не будем. Для кого интересно, пожалуйста, посмотрите. И Анатолий Эдуардович очень трепетно относится к этому инженерному изобретению. И, собственно, все активисты, которые поддерживают SkyWay, абсолютно понимают, что это наше будущее. И мы строим струнный транспорт для того, чтобы создать это. И как раз за счет оптимизации, дорогие друзья, общепланетного транспортного средства, мы с вами получили то, что на сегодняшний день развиваем с помощью народного финансирования, я не побоюсь этого слова, то есть за счет оптимизации самой путевой структуры, то есть минимального использования материалов, стали, бетона и так далее, за счет создания би-рельсовой системы, то есть фактически отсутствие абсолютно какого-либо экрана, то, что мы наблюдаем при перемещении обычного автомобиля по обычному асфальту. И, соответственно, все это сформировало огромные преимущества и эффект, который оценил в том числе лебедь Александр Иванович, когда Сибиряков Сергей Анатольевич по случайной встрече рассказал ему в самолете, посчастливилось им встретиться, более двух часов шло общение, и поведал Сергею Анатольевичу историю и вообще способ, каким образом увеличить ВВП в 3-4 раза менее чем за 5 лет с помощью концепции струнного транспорта, как вывести Россию на тот момент еще не из кризиса, но в лидеры вообще мировой промышленности, мировой индустрии, технической, составляющей инженерной, изобретательской работы и научных трудов, тогда это было возможно сделать. И лебедь Александр Иванович действительно это все оценил, и буквально через несколько дней, несколько недель был выделен достаточно серьезный транш из личного фонда губернатора, на тот момент губернатор Красноярского края, Лебедь Александр Иванович, и началось строительство технопарка в городе Озеры, Московская область с 2001 по 2009 год. Он простоял, был очень серьезной исследовательской лабораторией, было испытано второе поколение путевой структуры струнных технологий, и все бы ничего, но в 2009 году, и поэтому называем технопарк в городе Озеры полигоном, потому что он действительно претерпел совершенно невиданные по вандализму действия, он был разрушен буквально под ноль. Это произошло после того, как состоялся Госсовет России по инновациям в транспорте, и все ожидали, что начнется уже развитие технологии, но, видимо, мы кому-то очень сильно на тот момент вмешали, то есть были конкуренты, были недоброжелатели, и сейчас они есть, и несмотря на поддержку Дмитрия Анатольевича Медведева, то есть он сказал, что если финансирование будет найдено, то, пожалуйста, реализуйте, этот полигон был уничтожен неустановленными лицами, и все их металлоконструкции были увезены в неизвестном направлении. Но, дорогие друзья, я могу сказать, что все делается не просто так, потому что сегодня мы с вами имеем возможность инвестировать в компанию, за компанию, головную компанию струнных технологий, то есть это вообще международная корпорация SkyWay, и научно-производственное конструкторское предприятие, которое осуществляет деятельность по проектированию, строительству, и созданию вообще технологии SkyWay, также отвечает за демонстрацию на экотехнопарке город Марина Горка, Минская область, все это создается на средства тех людей, которые голосуют за эффективность и перспективность внедрения технологий, буквально рублен. И к числу этому также отношусь и я. В 2014 году первая моя инвестиция была чуть больше 1000 долларов, в надежде получить акции, тогда действительно это было рискованно, потому что непонятно кому, на карточку неизвестного мне человека я отправил средства, потому что только начиналась откладка финансовой схемы, юридической схемы, и мне на тот момент просто хотелось войти в число тех людей, которые на ранних стадиях дискаунта. Что такое дискаунт? Это ваша венчурная премия за ваш риск участия в технологии. Естественно, по мере развития проекта этот риск снижается, и премия за ваш риск становится чуть-чуть поменьше. Тогда это был дискаунт 1 к 1500, и, собственно, сейчас невозможно вернуть те условия, это примерно как невозможно вернуть те условия, когда при сборке в гараже Стив Джобс, он искал инвесторов, тех, кто профинансирует его первую поставку, первых нескольких сотен компьютеров, и даже есть такой человек, как Рон Уэйн, который отказался от своей доли, не поверил, и сейчас, собственно, этот человек живет, ну, я думаю, что немножечко сожалеет, так как у него доля составляла бы значительное количество миллиардов уже долларов. На тот момент это было всего 800 долларов. И действительно, такой эффект возможен, дорогие друзья, мы не будем и не имеем права говорить ни о каких процентах, тысячах процентов, это все покажет история, дорогие друзья. Но те этапы, которые мы уже пережили, и сегодня мы находимся на преддемонстрации, то есть в октябре, и у меня не было сомнений, что это произойдет когда-то, но у меня были сомнения, что это произойдет по графику. Но мы действительно движемся, дорогие друзья, по графику, и октябрь, ноябрь, осень, если говорить так вот расплывчато, произойдет демонстрация, но до этого у нас будет генеральная репетиция на Инотрансе 2016, где, я думаю, будет также приобретено большое количество потенциальных контрактов, договоренностей по адресным проектам, и работа началась вестись уже и несколько лет назад, и вообще за все 30, более чем 39 лет существования технологии, развития технологии, в первую очередь инженером, изобретателем, действительно гениальным и действительно отзывчивым человеком, Анатолием Эдуардовичем Юницким, я могу сказать, что масса проектов проработана, и эта технология применима и необходима на всей планете Земля. Сегодня, дорогие друзья, мы развиваемся с вами вместе, и городской пассажирский транспорт, грузовой транспорт, высокоскоростной транспорт, а также легкий прогулочный, спортивно-экскурсионный транспорт. Это направление появилось буквально в 2015 году, в середине, как дополнительное мощное направление капитализации компании. Все эти направления мы сегодня развиваем посредством народного финансирования, то есть народные инвесторы собираются в толпу, так скажем, если говорить английскими понятиями, то есть крауд, и инвестируют. Поэтому крауд инвестинг, поэтому такое вот понятие, и инвестируют в головную корневую компанию, но не потому, что они туда врастают корнями и так далее, то есть часто задают такой вопрос, я специально так вот с юмором немного отвечаю. Это головная компания, и вход инвестиций в головную компанию будет закрыт. То есть будет возможность потом инвестиций в адресные проекты, если это позволит осуществлять головная компания. Но в ту технологию, в ту компанию, в которой, частью которой мы являемся, то есть Global Transport Investment, и что составляет всю интеллектуальную собственность, оцененную по всей технологии Skyway, вход в финансирование будет закрыт, после того, как, собственно, дискаунт снизится до той точки, которая заявлена уже на 15 этапе. И если сегодня мы уже прошли фактически половину пути, то мы это прошли за два года, следующую половину пути, дорогие друзья, мы пройдем значительно и значительно быстрее. Есть прогнозы, есть оценки, я не буду вдаваться в подробности. Мои предположения, что это произойдет максимум до конца 2017 года, это самый пессимистичный прогноз мой, есть более оптимистичный, и, собственно, не будет никаких проблем реализовать, построить высокоскоростное направление, грузовое будет строиться параллельно, и уже параллельно, дорогие друзья, действительно осуществляется строительство также легкой прогулочной трассы, концепция которой появилась только в 2015 году. Вдумайтесь в это, дорогие друзья, с помощью народного финансирования развивается столь мощный и масштабный проект. Но каждый, я думаю, задает себе вопрос, а почему я участвую в этом проекте? В первую очередь привлекает социальная направленность, то, что независимо от того, сколько будет человек зарабатывать, так же, как любой человек, даже человек без определенного места жительства, даже человек, потерявший работу, имеющий какие-то проблемы в обществе, в современном социальном мире, может сегодня воспользоваться интернет, и никто не запретит этого сделать, потому что у нас есть точки Wi-Fi, а почему бы сейчас уже не внедрять такой транспорт, который позволит перемещаться беспрепятственно, бескомпромиссно, абсолютно комфортно и безопасно любому человеку на планете Земля. Так или иначе, даже человек, попавший в трудную ситуацию, с помощью концепции быстрого и эффективного перемещения сможет переехать в другой город, найти себе там место и стать действительно тем человеком, каким он желает быть в своей жизни. Сегодня многие люди просто боятся переехать в другие города, и в первую очередь, так же пугает и вот эта транспортная составляющая. То есть, я не скрою, дорогие друзья, я когда-то первый раз ездил в московском метро, и мне было боязно, дорогие друзья, потому что я не понимал вот этой концепции, каким образом по кольцу ездить и так далее. И более того, я могу откровенно и честно признаться, несмотря на то, что дитя уже существующего пятого технологического уклада, то есть компьютеров, программных обеспечений, микропроцессорной электроники, когда мы разговариваем с техникой. Но более чем шесть лет назад я боялся совершить онлайн денежные переводы. Вдумайтесь в это, дорогие друзья. И на самом деле, те люди, которые будут пользоваться благами транспорта второго уровня, очень быстро привыкнут к нему, потому что это действительно станет составляющей жизни человека и комфорт перемещения, долговечность путевой структуры, что не скажешь о наших современных, в первую очередь, российских дорогах. То есть я езжу часто в Екатеринбург, Челябинск, Монтогорск, Челябинск и так далее. И в другие места есть в Челябинске. На своем автомобиле я стараюсь меньше ездить по трассам, потому что мне элементарно жалко свой автомобиль. А еще больше жалко мне бюджет, который расходуется. Государственный бюджет фактически каждый год, каждый сезон, ремонтируются дороги и зачем-то снимаются буквально слоями целые пласты автомобильной дороги. И, собственно, это хороший бизнес, но еще более серьезный бизнес – это создание действительно долговечной путевой структуры и зарабатывание уже на услугах, на грузоперевозках. И сама концепция, которую мы называем концепцией мгновенного бесплатного перемещения, будет заключаться в том, что не отрываясь от повседневной жизни, дорогие друзья, вы сможете переместиться из точку А до точку Б со скоростями. Сейчас мы закладываем максимум 500-600 км в час, но также сейчас уже отработаны и уже в технической документации начинают формироваться процессы и более серьезных скоростей применения. И, дорогие друзья, это действительно счастье, потому что будет возможность перемещаться без отрыва от реальной действительности. Чего не скажешь о самолетах, чего не скажешь о поездах, когда мы не можем зайти в интернет, когда у нас нет возможности зарядить телефон, нам нужно с собой брать аккумуляторы и так далее и тому подобное. И если даже сегодня наступает концепция создания электрокаров, дорогие друзья, это все равно первый уровень, все равно будет возникающий опрокидывающий момент при высоких скоростях. И недавно, не помню название, немецкое название, испытали на сверхзвуковых скоростях автомобиль, его буквально опрокидывало, когда он уже достигал сверхзвуковой скорости. И, собственно, только вынос транспорта на второй уровень позволяет улучшить аэродинамику более чем 2,5 раза. И был достигнут у подвижного состава SkyWake, коэффициент аэродинамического сопротивления, который более эффективный и более перспективный, чем даже самолет. Поэтому называется автолетом, высокоскоростной подвижной состав, то есть Юни-Лед. И это абсолютно разумно и логично, потому что лучше перемещаться с минимальными потерями в пробках, в транспортно-логистическом коллапсе, вот этих безумных пересадках в аэропортах. Я не говорю про Стамбул, когда просто паспортно-визовый контроль проходишь, несколько часов стоишь и думаешь, а чем бы заняться? Потому что мобильный интернет не работает, и Wi-Fi там закрыт, занят, просто стоишь и слушаешь музыку, размышляешь, смотришь какие-то документы. И, дамы и господа, я хотел бы это время побыть с семьей, я хотел бы это время провести более эффективно. Я думаю, что каждый с нами из вас так же желает. Если говорить про экономию энергии, топлива, то, дорогие друзья, я приведу очень простой пример и очень простое сравнение. Представьте Икарус, то есть старый, добрый, советский, русский Икарус. 50 человек перемещаются, и, соответственно, 50 человек, я думаю, предполагаете, сколько топлива расходует Икарус. Это бешеное количество топлива. Я не говорю о самолете, то есть это птеродактель цивилизации, который, как назвал его Сергей Анатольевич Сибиряков в одном из интервью Михаилу Хазину в программе «Диалог» в ранние годы, рассказывая о концепции Транснет. Я не говорю уже об теплоходах, лайнерах и так далее. Все это огромные затраты топлива, дорогие друзья. И 50 человек, перемещающихся на Юнибусе, будут расходовать примерно 2-3 литра на, соответственно, 100 километров. Если переводить в энергию, это 20 киловатт. Думайтесь это. 20 киловатт. Я не говорю про то, что современные, такие прожорливые, массистые, спортивные и неспортивные, просто большие автомобили. От теплоты, которая излучает двигатель, в киловаттах можно отапливать целый особняк. И эта энергия абсолютно неэффективно расходуется. Необходимо создавать систему охлаждения и так далее. И также концепции и технологии наших конкурентов, о которых мы поговорим и вообще об эффективности бизнеса также поговорим на расширенном технико-экономическом вебинаре, также оставляет желать лучшего, естественно, к счастью для нас. Многие спрашивают, дорогие друзья, что такое струнная путевая структура, почему называется струна, почему предварительно напряженная. Представьте, что я натяну вот этот вот лист бумаги, независимо какой толщины, даже если он будет неизменно тонкий, если даже мы его еще разрежем, но мы его натянем, соответственно, и параллельно расположенные листы бумаги, положим, к примеру, мобильный телефон, то есть два листа бумаги параллельно расположены, и они натянуты. Положили мобильный телефон, выдержит конструкция, ответ положительный, выдержит. Чуть-чуть ослабим, все рухнет. Именно поэтому, собственно, струнная путевая структура, предварительно напряженная, растянутая, закрепленная, статически неопределимая конструкция, я не буду дальше вдаваться в технические подробности, она является абсолютно эффективной, легкой, прочной, долговечной, действительно дешевого строительства, по сравнению с традиционными автомагистралями, со строительством железнодорожных, железнодорожного полотна, с применением авиатранспорта и многое-многое другое, что на сегодняшний день мы наблюдаем с вами в современной транспортной индустрии. Но все, что я говорю, это замечательно, дорогие друзья. Это супер, это хорошо, но если бы не осуществлялось строительство, даже если создана техническая документация, то, дорогие друзья, без строительства и без последующей демонстрации все, что я сейчас рассказываю, это было бы просто фальшую провокацию и профанацию, я бы сказал. Потому что главное доказательство это как раз-таки строительство. Я представляю вашему вниманию, дорогие друзья, новички в первую очередь. Не обновил после Словакии еще слайды, но в ближайшее время займусь, обновляю в реальном времени сам и пользуйтесь, пожалуйста, этим материалом. Это именно то, что у нас идет ввиду строительства. И такие вот именно сжатые краткие слайды вы видите, что было в августе. Фактически это бурьян, чистое поле. Уже в октябре был заложен фундамент первой анкерной опоры, в сентябре проведены испытания модели 1 к 10. Зимой самый главный результат строительства, продолжение строительства первой анкерной опоры, совмещенной со станцией, то есть транспортно-логистическим узлом, способным, кстати, на минуточку выдержать нагрузку дубайского аэропорта, а нагрузка там колоссальная. И установка уже в январе непосредственно 19 промежуточных опор, 19 является стальной. В апреле продолжалось строительство, также было установлено струнно-интеллектуальное ограждение. В мае уже параллельно было начато строительство легкой прогулочной трассы, где полетят со скоростью до 120 км в час наши борзые, юркие, мускулистые юнибайки. Началось строительство второй анкерной опоры, то есть для чего нужны анкерные опоры, чтобы все напряжение, всю нагрузку от путевой структуры переносить соответственно на анкерные опоры. И действительно это инновация, действительно это ноу-хау, которое еще стоит превзойти, это невозможно я считаю, превзойти конкурентом. И в июне у нас уже продолжалось также строительство второй анкерной опоры, устанавливаются промежуточные опоры легких трасс, делегация наших коллег с Австралии, которые в первый раз посещали только началось строительство первой анкерной опоры, а сейчас собственно они увидели уже то, что даже не могли предположить. И наряду с тем, что также приехал Род Хук, это бывший министр транспортно- Южной Австралии, инфраструктуры развития Южной Австралии, с коллегами компании Аорикон, то есть это компания, которая сейчас занимается, чтобы было понятно, строительством еще более высокого небоскреба в Дубае, чем Бурж-Халифа, это самая высокая точка, самая высокая башня в Арабских Эмиратах и в принципе и в мире также она считается очень высокой. И все эти сведения, дорогие друзья, говорят о том, что действительно проект развивается. Я не говорю про то, что технология признана Михаилом Орловым, это соучредитель Международной Академии ТРИС, теории решения изобретательских задач, максимально эффективный, что действительно перемещение сталь по сталь, стальное колесо по стальному рельсу, это максимальный КПД, об этом мы поставим ролик в промежутках между вводным и расширенным технико-экономическим вебинаром. И действительно, дорогие друзья, это скапитализируется, это имеет огромный потенциал, и поэтому действительно те инвестиции, которые сегодня человек вкладывает в проект, многие вкладывают помимо инвестиций и время, это касается всех активистов, мы с Сергеем Анатольевичем, с Виктором Бабуриным, ну, Виктор Бабурин уже фактически спит в самолетах, мы чуть-чуть иногда в промежутках спим в аэропортах, в гостиницах, и также удается пока что поспать у себя дома. Но та нагрузка, которую несет сейчас замдиректора по развитию Виктор Бабурин, она действительно заслуживает уважения, потому что это как раз-таки также дополнительная капитализация нашего проекта, это установление связей, контактов, еще до демонстрации, также и коллеги с Екатеринбурга надвигаются по адресным проектам с Самары и Челябинске мы начинали и вернемся уже более серьезным проектом и в Словакии. Сейчас мы встречались со Словацким техническим университетом, заключили меморандум о сотрудничестве, также встретились с министром транспорта Словакии, огромная заинтересованность, и вот эти все лица, которых вы видите на слайде, также заинтересованы в той или иной мере в развитии проекта Skyway, потому что кто-то имеет обязательства, кто-то имеет проекты, кто-то желает применять технологию Skyway в своих бизнесах. И на сегодняшний день, дорогие друзья, мы находимся на той стадии, когда преддемонстрация, но так как был выделен спецпул, обязательства, и каждый просто за регистрацию может получить минимальный пакет обязательств Skyway просто за интерес, проявленный к проекту. Это будет не вечно, я думаю, что в этом может исчезнуть и до конца этого года, более того, дорогие друзья, я могу сказать, до конца этого года могут произойти такие события, о которых мы с вами можем даже и не предполагать сейчас. Мы можем мечтать об этом, но сегодня развиваются новости очень стремительно, мы это расскажем и покажем на расширенном технико-экономическом вебинаре, что позволяет действительно нам сказать, что проект развивается, проект доказывает, проект не борясь, но выигрывает битвы с конкурентами, проект получает заинтересованность у сильных мира сего, финансовых фондов, международных фондов, потенциальных крупных и крупнейших инвесторов, которые сейчас ожидают демонстрацию, некоторые уже не выдержали, уже это инвестируют, несколько сотен тысяч долларов в перспективе, миллионы долларов, и это, дорогие друзья, основная причина использовать возможность, которая бывает раз в сто лет, и действительно, если не бежать рассказывать о Skyway всем окружающим людям, потому что потом возможности инвестирования в головную компанию не будет, то хотя бы принять эту информацию, проанализировать и принять для себя решение, участвовать в проекте или нет. Ну а я передаю слово тому человеку, который занимается проектом уже более 15 лет, это ведущий макроэкономический прогнозист, и до 2030 года был сформирован анализ, прогноз, заинтересованность была агентство стратегических инициатив США, Сергей Анатольевич отказался, Сергей Анатольевич также отказывался от работы в Министерстве Арктики, сейчас об этом можно говорить, все делалось, делалось на благо Skyway, ради Skyway, я вам могу сказать, что не зря, потому что мы занимаемся с вами очень серьезным, важным и весьма прибыльным делом. Сергей Анатольевич, вам слово. Добрый вечер, друзья, как видно, как слышно. отлично. Ну, Алексей прям заинтриговал, даже мне аж прям, так сказать, это стало любопытно до конца года, поэтому молодец, конечно. я могу сказать, что Алексей, конечно, имеет право и так говорить, и так утверждать, потому что с той интенсивностью, как мы сегодня работаем, с той интенсивностью, как сейчас развиваются события, конечно, и новое, и быть не может. Поэтому сегодня действительно мы выходим уже в лидирующей позиции именно с научной точки зрения представления проекта, и это совсем другая ситуация, чем была 16 октября будет трехлетие регистрации первой компании, которая начала именно продвигать краудинвестингу проект Skyway, и, конечно, сравнивать то, что было раньше, с тем, что сегодня просто неразумно и, скажем так, даже неинтересно, если утверждения раньше, которые делались юницким, воспринимались как определенная такая технологическая, если не утопия, то какая-то перспектива далеко удаленная от реальности, то на сегодняшний момент, друзья, когда идет полным ходом строительства, когда полным ходом идет уже подготовка к инотрансу, к презентации в октябре, ноябре на Марьиной горке, конечно, это все, друзья, уже становится совсем другого проекта и интерес, который сейчас проявляют, мы, проведя вот этот марафон, вот этот двухнедельный, где фактически каждый день в городе были конференции, и мы более там полутора тысяч человек было вживую, встреч, очень много было встреч с, это те, где организовывались именно конференции, очень большое количество было встреч с бизнесом, с чиновниками всех уровней разных стран, вот, и все это делается для того, друзья, чтобы не снизить темпы развития проекта, для того, чтобы отвечать на все вопросы инвесторов, чтобы разъяснять бизнесу, какие сегодня именно открываются перспективы при входе в проект, для того, чтобы приводить и приводить новых сегодня людей, инвесторов в проект, не снижать объем и роста компаний, и роста инвестиций, для того, чтобы довести до конца и строительные, испытательные работы, подготовки к инотрансу, для того, чтобы продемонстрировать азы и основы технологии, снять все вопросы, есть технология или нет, это в октябре, и для того, чтобы уже реально выходить в адресные проекты, которые сегодня обсуждаются, делаются и запускаются, и здесь, уже просто перечисляя то, что сегодня делается, это уже производит очень серьезные впечатления для новичков, сегодня, кто еще только подключился и первый раз слышит о проекте, то есть, конечно, и масштабность и губина иногда поражает, но сейчас, друзья, то, что мы с вами будем обсуждать и делать во втором части нашей конференции, он просто не подразумевает и не предполагает другой вид работы или другого результата. Значит, друзья, кто сейчас подсоединился, я проанонсирую, значит, в 20.45 в перископе Виктор Побурин будет выходить в Танзании именно по результатам работы, по результатам делегации, именно у правительственной делегации, это уже можно по-другому назвать как-то тяжело, потому что Виктор там с пятью сотрудниками МИДа представляет белорусскую технологию. Сначала предполагалось, что технологий будет представлено три, но по разным причинам разные компании отказались ехать, вот и в итоге сегодня всю Белоруссию именно с технологической части представляет сегодня Виктор как заместитель генерального директора по компании Skyway Анатолио Ницкого. Поэтому это, конечно, совсем другой подход, это встреча на правительственном уровне, это встреча с министрами транспорта Восточной Африки, потому что это форум развития, но я думаю, что Виктор расскажет, поэтому мы постараемся в 20 часов начать таким образом, чтобы к 20.45 подвести уже сделать спокойно, кто может смотреть Перископ, и в 20.45 мы запустим уже ролик и интервью Антона Ачевницкого, чтобы он шел параллельно, кто не может войти в Перископ. Но, друзья, настоятельно рекомендуем, мы скинем ссылки на Перископ, настоятельно рекомендуем смотреть Перископ, подключаться, потому что мы делали прямое включение из Братислава, когда встречались с техническим университетом, мы делали прямое включение, когда были в Министерстве транспорта, на самой встрече, естественно, с министром это некорректно, давать ее в прямой эфир, но, тем не менее, Алексей даже как папараццо умудрился сфотографировать именно такой пламенный доклад Виктора министру, и это, друзья, как раз наилучшим образом демонстрирует и показывает реальность технологии то, что сегодня происходит, и дальше уже сегодня Виктор уже писал, мы с ним постоянно на связи, что уже обсуждается и взаимодействие с Мексикой, и с Чили, еще с рядом стран, это уже по линии Министерства иностранных дел, и там контакты очень серьезные сегодня в Африке, и буквально мы проводили, это наши партнеры в Братиславе провели ряд встреч с людьми, которые сегодня работают в Африке по Винеи, по Арабским Эмиратам, то есть, ну, это, друзья, мы будем обсуждать, и все эти новости будут в второй части, поэтому для новичков просто можно сейчас сказать и однозначно утверждать, что вы пришли в очень крупный серьезный проект, который три года уже активно развивается, и сегодня только-только начинает набирать обороты, это, кстати, первый вопрос отличается, а чем вы отличаетесь от хайпа, от пирамиды, у меня сразу ответ очень простой, друзья, ни один интернет-проект не живет больше трех лет, ни один, ни один не живет больше двух лет, год переживает мало такой проект, а мы, друзья, спустя три года спокойно развиваемся в плановом темпе, работаем, показываем, строим, демонстрируем, проводим научные эксперименты продувки в аэродинамических трубах, то есть, Юницкий сегодня как именно руководитель научного направления общей технологической школы, которую мы назвали SkyTech, то есть, это общее название группы технологий SkyWay, которым является локомотивом, SkyTech это группа высоких следующих технологий, которые идут за хай-теком, хай-тек это то, что определило пятый технологический уклад, это то, что интернет, все, что сегодня мы чем пользуемся и то, что дало взрывной рост, и мы с вами обсуждаем сегодня и все являемся участниками этого процесса, мы закладываем следующий уклад, мы за интернетом создаем транснет, основу которых это струнные технологии инженера Юницкого и именно инженерная школа позволяет сегодня задать целое направление технологий, которые пойдут следом за SkyWay и мы с вами за три года создали систему, которая работает, которая привлекает инвесторов, инвестиций и самое главное мы создали научную технологическую демонстрационную основу для того, чтобы переходить на следующий этап. Мы сегодня стоим в предстарте этого проекта, когда он будет старт, вы сразу все увидите, потому что будут резко снижаться дискаунты, вот это значит повышается приход крупных инвесторов и снижается уже плата компания за привлечение инвестиций, которые сегодня выражаются в дискомфранче, они были очень большие, то есть я помню, что период, когда были две с половиной тысячи, две, полторы, тысяча, пятьсот, сегодня это уже ниже, естественно, что в ближайшее время они будут еще снижаться и фактически закрытие вот этой стадии венчурного финансирования, это когда за привлечение инвестиций перестанет платиться венчурная премия, а премия будет платиться уже только рынком, то есть будет рыночная цена, стоимостью пакета, это, друзья, тоже, на наш взгляд, обозримое будущее, может быть, год, два, три, когда акции будут стоить по номиналу, и потом они будут превосходить ту стоимость, которая начиналась изначально, это, друзья, определяется именно рыночной конъюнктурой, рыночным направлением и тем трендом, который на сегодня создали, этот тренд улавливают многие в этом направлении работают сегодня, очень многие сегодня компании, ведущие, бизнесмены, у нас сейчас идет реальный и научный, и технологический уже коммерческий спор с группой компании, именно конкретно с управленцем Илоном Маском, вот, это тоже мы обсудим в их там королевстве, тоже что-то не все ладно, вот, а мы, друзья, движемся, делаем, подходим и уже очень четко и уверенно заявляем о том, что сегодня инженерная школа Юницкого является лидером технологического развития, мы сегодня представляем технологию, которая вне конкуренции, то есть над конкуренцией со всеми школами, которые заявляют или движутся в этом направлении, мы уже в этом году выйдем на демонстрацию основных основ технологии, и в этом году уже выйдем на крупные заказы и создание бизнеса с участием технологии Skyway. Это все, друзья, развивающийся проект и процесс, и как участвующий постоянно фактически каждый день и в переговорах, и в создании таких компаний могу сказать, что все сегодня складывается очень интересно и серьезно, и дальше буквально каждый месяц мы с вами просто сейчас во второй части мы будем перечислять те новости и те увязки, которые есть, и зачастую все время сводится сейчас к тому, что идет именно анализ того, что сейчас произошло за эту неделю. Дальше это будет только ускоряться и в завершение могу сказать, что вот на конференции в Братиславе Виктор Бабурин сделал, на мой взгляд, блестящий доклад и по эффективности и по значению и, честно говоря, я, на мой взгляд, со стороны просто завидовал хорошей такой чистой завистью, потому что Виктор на хорошем английском языке фактически показал хронологию то, что сделано за последние два года от получения выделения земли, от создания первых моделей до строительства сегодня и дальше планы на экотехнопарке, что будет делаться дальше. Естественно, что это производит самый серьезный эффект, это производит самое серьезное впечатление и на крупных бизнесменов, с которыми мы встречались, и на министра транспорта, и на департамент градостроительства, с кем мы общались, и на технический университет, потому что, друзья, это сразу четко показывает логичность, убежденность и доказательность того, что мы говорим. И я, как Виктор Груглев, он всегда смеется, что я не технарь, я многие технические вопросы отвечать не могу, поэтому могу только показать то, что сделано на полигоне. Естественно, что два года, а тем более три года назад у нас такой роскоши не было, мы рассказывали, что было сделано, какой опыт накоплен, какой путь прошел в Юницкий, что мы сегодня создаем, что создавалось в озерах, и, соответственно, это было то, что мы предполагали сделать сегодня, когда мы показываем то, что мы сделали, то, что сегодня создано с помощью краудинвестинговой системы. И сейчас вот в чатах есть интервью, мы тоже его сейчас кинем. В РЖД, когда задали вопрос про Hyperloop, про Skyway, про Hyperloop, он сказал, что специалисты за РЖД, что это сегодня технически сложная задача, но про Skyway интересно, но они очень сомнительно финансируются. Естественно, что с точки зрения чиновников мы сегодня представляем для них непонятную вещь, а с точки зрения краудинвестинга мы создали компанию, в которой сегодня сотни тысяч акционеров, которые вправе рассчитывать на венчурную премию при реализации. И Юницкий уже не в одиночку продвигает этот проект, а с большим количеством сторонников, союзников и заинтересованных людей, которые планируют получить прибыль от этой работы. Ну вот, друзья, на этом мы, как всегда, делаем небольшой перерыв. Сегодня он будет очень коротенький, потому что, повторюсь еще раз, в 20.45 по Перископу Алексей сбросил вам все реквизиты, как войти в Перископ к Виктору Бабулину, поэтому мы сделаем следующую часть. В 20.45 мы запустим полный ролик с Юницким, где он делает анализ Hyperloop и интервью Илона Маска, который фактически признает перспективность направления Skyway и признает ошибочность движения по магнитной левитации, то, что они сегодня сделали, по пути, которому они пошли. И параллельно мы поставим этот ролик, и параллельно будет вещание в Перископе Виктора по последним новостям в Танзании. Поэтому мы сегодня сделаем такой информационный, совместный, скажем так, вебинар. Вот, Виктор просто, он сделал анонс своего выступления, а реально будет времени, у него, к сожалению, тоже там будет немного времени, потому что график очень плотный, и он сказал, что за 15-20 минут реально расскажет о том, что делается, что происходит. А мы, соответственно, с Алексеем к этому времени сделаем и покажем то, что сегодня сделано в Братиславии за последний работой. Поэтому буквально, друзья, 2-3 минуты перерыв, и мы приступаем к следующей части работы нашего расширенного вебинара, для того, чтобы проанализировать и четко определиться, где мы сегодня стоим и что нас ожидает в ближайшее время. Так что, друзья, не тратит не, как всегда, там 5-8-10 минут, а буквально 2 минуты перерыв. Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости Skyway, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прерывных транспортных технологий. Виды городов будущего давно уже будоражат дом и человечества. Но дело в том, что реальные изменения в планах градостроительства вносятся лишь тогда, когда в этом возникает самая насущная, уже крайняя, я бы даже сказал, необходимость. Сейчас как раз такой момент наступил. Виды пробок в городах таковы, что мы уверены, что наш проект ожидает блестящее будущее. Ну, во-первых, потому что с существующими транспортными проблемами уже дальше двигаться некуда. Во-вторых, количество разрабатываемых транспортных технологий будущего таково, что неизбежно по всем законам диалектики это должно перейти в новое качество. Ну, и в-третьих, неоднократно мы говорили о преимуществах подвижного состава и вообще транспортной системы Skyway перед конкурентами и убеждены в том, что альтернативы Skyway нет. Тем не менее, нет-нет, да и раздастся голоса, вопрос или предложение, не был ли, допустим, Unibus лучше бы, если бы он передвигался не на стальных колесах, а, допустим, на воздушной или на магнитной подушке. Я тоже решил предложение свое высказать. Я думаю, гениально и придумал стул на магнитном подвесе. Вот только нежен ли он и какова будет цена вопроса, неплохо было бы сначала спросить. Субтитры создавал DimaTorzok The State Government says it's still some months away from deciding where to start work on Adelaide's future tram network. The state's civil construction sector is urging the Transport Minister to consider a new and as yet unproven Skyrail system to speed up delivery of the $3 billion project. But Stephen Mulligan says any federal funding will be spent on proven tram technology. Rod Hook knows a bit about Adelaide's trams. As a senior State Government bureaucrat, he oversaw extensions of the line to North Terrace and the Entertainment Centre. As much as I've loved being involved in rolling them out, we're still a hundred year old technology. Now in the private sector, Mr Hook is looking to the future. He's spruiking a Russian technology known as string rail. So,